По тому же кладбищу, про который сейчас вы говорили, на вашей карте, которую вы нарисовали прекрасно, там нет СМТ Карачиев, от которого до вашего кладбища будет метров 200. Они будут из окошек это все видеть. Это первый момент. Второй. Там рядом овраг Алимсай, который подтавливается, и воды талые оттуда текут в Урал. Они не текут в сторону шоссе, как вы сказали. Они текут в Урал. То есть гробы потекут в Урал. Нормально вы считаете расположение кладбища? Вы были на месте, скажите, Татьяна Петровна. Вы приезжали, были на месте. Все, спасибо за вопрос. Ваш вопрос понятен. Отвечаю на вопрос. Я не закончила. У нас получается, сначала идет собачий пыль, потом идет снежный полигон, с которым идет вода, потом идет месторождение, из которого сейчас возят клееную песок, о котором еще не знает администрация, а дальше идет кладбище. Это подтапливая территория, она находится в черте жилого массива. Почему было выбрано так место? И у меня еще вопрос такой. Почему с предыдущего генглана, на который вы активно киваете, вы не перенесли на конкретные земельные участки конкретные соцобъекты? Вы сейчас в том же Южном, например, разбросали их, как вам хотелось. Потом просто кажется, что на месте, где у нас раньше был спорткомплекс, сейчас вырастет какой-нибудь МКД замечательный, и мы будем ездить, как нам советуют сейчас администрацию. Вы уже смотрите вариант поселка 9 января для себя. Почему вы не закрепили за конкретными участками конкретные социальные объекты? На каком основном? Просто расскажите, пожалуйста, как вы вообще размещали социальные объекты? Спасибо. Спасибо.